осенняя работа в саду избавляемся от лишайника до появление лишайника в саду на деревьях не редкость да еще бы искалечили миллионы деревьев по сути это паразитирующим но понимать что такой человек безграмотный паразитирующая паразит я уже знаю когда человек такими я сам тройку у меня было по русскому языку школе но я бы лучше ученик я железу крышка профессор поэтому и хотя бы такие ошибки не делал по сути паразитирующие паразит с которым обязательно забороться заражению лишайника способствует определенной причины на их устраним на правильный мир и проклад запомните это не заражение сейчас объясню что такое коротко потом еще подробнее будем я может быть не совсем так объяснял потому что ничего не меняется в этом мире вот таких вот кого паразитирующая паразит вот их все забито да еще осенью работы да еще перед зимой потом подробнее а пока я просто скажу и так вы видите абсолютно старое больное дерево которым один путь на дрова все-таки несколько калорий лишних печки не помешает или костер на шашлык тоже пойдет да на шашлык пойдет но это все и так с возрастом на на искалеченных деревьях особенно но даже просто на старых деревьях умирает от уже от старости от морозов от ветров от перепадов от всего умирает поверхности слой коры не одновременно а как получается и мертвые клетки становятся почвой когда-то вот такие выражения мои это мой постулат поверхностные мертвые почки становятся почвой для мхов лишайников и грибов это первое и второе но при этом грибы лишайники и мхи являются симбионтами не паразитирующий паразит а симбионтами вспоминаем я уже не зайду проще я пусть я нигде не академиях не кончал но я не дурак понимаете я не дурак я каждый раз я вижу я делал фотографии не будут ниже чем подробнее просто знаете как сейчас откуда знаю смогу сегодня довести до конца или нет вот хватает жизни всего что такая голова так вот лучше сейчас скажу это важнейший момент важнейший я подхожу к дереву с северной стороны он весь зеленым хом покрыт это в лесу его то какой идет возьмет скребокин еще соскребать ну какой идиот это в лесу с северной стороны обязательно и мы когда заблудились мы уже бита в башку по моему даже современные дети которые них не знают даже где-то они могли слышать что если мог зеленый северной стороны значит там север и уже можно сориентироваться где юг где запад его стал прекрасно мог почему он северной стороны это дерево с помощью мха шубы защитила от северных ветров свою ну какой идет этого понять не может ну зачем они лезут там везде и все и опять разволновался ну ну куда вы лезете этот мог северной стороны защит а потом приходит время вы колесе деревья ведь из колеса дерева этот мох уже повсеместно потому что для него вот эта поверхность коры это уже не кора живую кору не трогает было молодое дерево не было ни мхинки когда павел самок когда мертвые клетки мертвые подчеркну клетки коры стали почвой для мха почвой то есть питается этим но она мертвая она уже какая есть такая есть а сдирать ее еще хуже сделать выдели этот кусочек как только опять будет 200 300 просмотров надо 200 300 тысяч как убить дерево 2 миллиона просмотров по поливкиной ну постулат железа внимание это потому что я готовлю попутно информацию и материалы для будущих книг для будущих учебных программ студентов вот школьников старших классов это биологии должны знать уже хотя бы детей научить они потом родители полу грамотных наушек постулат железово когда вовочку спросили это анекдот из такой вовочка спрашивает учительница сколько будет дважды 2 говорит 4 . обоснули так исторически сложилось отвечает . так вот исторически сложилось со временем под воздействием жесткого климата и калечащие обрезки кора плодовых деревьев начинает частично отмирать мертвые клетки становятся почвой для грибом ховер шайников я перед этим пять минут распинался но я не могу иначе это чем нет инфаркт хватит а коротко а если я вот без этого объяснения без этого фотографий без этих вопли есть я просто возьму и вот это скажу просто ну как читает лекции и дальше а кто мне поверит а завкафедры грушу которая смертельная боится влаги закопать по привет так что за завкафедры такой чему вы учите не понимаю этого я про почву для этих не понимаю этого миллионы наученных садоводов кавычках наученных с ожесточением металлическими предметами издирает их вместе с корой обрекая деревья на болезнь и гибель там ниже еще знаете будет что там ниже еще будет еще захватывая живую древесину но это уже потом ладно я нашел источник вот эти источники появились девятнадцатом веке вы представляете вот и вот из-за того что якобы вот здесь вот видишь рисунок вот там такое количество вредных насекомых чтобы от них избавиться надо убить дерево если скрипка нету значит тыльной стороной кухонного ножа ладно так немножко душу отвел на дураках ну они кто-то посмотрели скажет сам дурак знаете есть такое сам дурак переведите их невозможно ни в чем поливкина и было девятьсот тысяч когда она научила всех калечить деревья 2 миллиона у меня добавилось там где-то тысячи а у него миллион как их отучить то когда все они со стеревенением уничтожают деревья этот английский голос у дьяволиса какой-то так я уже не нахожу выражение то есть не говорится чека дьявола кто-то хочет чтобы у нас не было такое впечатление что борьба между богами дьяволом все не прекратилось кто-то хочет чтобы было плохо чтобы жрали отраву импорту поэтому учат калечить деревья